Всем привет! С вами канал Кибербол и свежий выпуск новостей, посвященных FIFA 20. Наступил июль, а в этом месяце нас ждет сразу три порции официальных анонсов от электроников. В середине июля нам обещают рассказать о геймплее, а в конце месяца ожидаются презентации режимов про-клубов, а также карьеры. Кстати, напиши в комментариях, какие изменения в карьере хотел бы увидеть ты. И для начала мы хотим вам порекомендовать наш новый проект Multigol. Если ты любишь футбол и до сих пор не видел крутые футбольные мультсериалы с русской озвучкой, то самое время подписаться на этот канал. Присоединяйся, тебя там ждет очень крутой контент. Ну и если не сложно, напиши там в комментариях, что ты от Кибербола. Ну а для сегодняшнего выпуска новостей FIFA 20 мы традиционно раздобыли ряд интересных сведений из официальных и не очень источников, которыми и спешим поделиться с вами. Инсайдеры из Бразилии сообщают, что в FIFA 20 любителей женского футбола ожидает еще больше приятных сюрпризов. В EA посчитали удачным опыт внедрения в игру женского чемпионата мира. И теперь разработчики планируют не только увеличить число женских команд в игре, но и более тщательно поработать над анимацией и механикой женских поединков. Пока сложно предсказать, во что это обернется. В своих промо-материалах EA засветила ряд новых лиц. Отмечаем появление реального лица у Фабиньо. Также разработчики поработали над внешностью Николы Дзаньоло, Лаутаро Мартинеса, Кая Хавертса, Себастьяна Аллера, Филиппа Костича и других видных парней. А как происходит процесс сканирования лиц для FIFA 20 показал английский клуб Huddersfield. В целом эта процедура ничем не отличается от аналогичного сканирования для прошлых частей футбольного симулятора. Отмечаем, что EA продолжает максимально тесное сотрудничество с английскими клубами. Huddersfield по итогам минувшего сезона покинул АПЛ, но игроки основной обоймы команды получат свои реальные лица в новой FIFA. Вопрос, волновавший многих любителей FIFA, которые остаются верными платформе ПК, наконец получил официальный ответ. На сайте EA опубликованы системные требования для FIFA 20. Итак, минимальными системными требованиями для FIFA 20 названа следующая конфигурация. 64-битная операционная система Windows 7, 8 или 10. Процессоры AMD Phenom 2 965, Intel Core i2100 или эквивалентные им. 8 гигабайт оперативной памяти. Видеокарты AMD Radeon HD 7850 с 2 гигабайтами видеопамяти. Nvidia GTX 660 с 2 гигабайтами видеопамяти или эквивалентные им. А также 50 гигабайт памяти на жестком диске. С такой конфигурацией игра у вас установится и запустится. Но сам игровой процесс вряд ли будет очень комфортным и качественным. Поэтому в качестве рекомендуемых системных требований разработчик заявил следующее. 64-битная Windows 10, процессор AMD Athlon 870K или iCore 3 6300T и выше. 8 гигабайт оперативной памяти. Видеокарты AMD Radeon R9 270X, Nvidia GTX 670 и выше. Если ваш компьютер соответствует этим требованиям, то поздравляем вас. Если же нет, то возможно пришло время наконец-то перейти на консоль. Кстати, а на какой платформе играете в FIFA вы? Голосуйте в нашем опросе или расскажите о своей платформе в комментариях. А новостей на сегодня больше нет. Ставь лайк, если ждешь FIFA 20 и надеешься, что она будет крутой игрой. И не забывай подписываться на Кибербол, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. Всех вам благ и до скорого! Субтитры подогнал «Симон»!